Всем привет! Меня зовут Настя и вы находитесь на канале, посвященном вязанию и теплым вещам, созданным своими руками. Я приветствую вас в очередном вязальном влоге и начнем мы его с небольшого разговора по душам снова. Я собираюсь сейчас выходить из дома, пью свою чашечку турецкого чая крепкого, чтобы не уснуть, и хотела вам рассказать о последствиях работы с твидом. Пришлось налепить на палец пласты, потому что у меня началось страшное раздражение кожи на пальце из-за соприкосновения с этой пряжей. Она очень-очень неприятная на ощупь, и поэтому я даже не знаю, я сегодня сделаю на какое-то время небольшой перерыв, Пойду заодно проветрюсь, пусть голова проветрится и просто надо уже походить. Выходные прошли в каких-то делах. В субботу я все еще плохо себя чувствовала, никуда не выходила. В воскресенье мы ездили делать техосмотрную машину, ну и какими-то бытовыми вопросами занимались. То есть вчера я монтировала видео, и оно высосало из меня очень много моральных сил и энергии, потому что я вложила очень много сил и эмоций в то, чтобы видео получилось таким, какое оно получилось. Надеюсь, оно вам понравилось. Ну и сейчас у меня в планах поход, вы же просите меня рассказывать о каких-то бытовых вопросах обычных. Сейчас я пойду забирать в клинику анализы, потом побегу на почту. У меня что-то пришло, видимо, с Алиэкспресса, не помню, что именно. После я очень хочу попасть в парикмахерскую и подстричься, потому что вот результаты отросших волос я уже неделю хожу с хвостом, потому что мне уже очень неудобно. И единственный выход делать какие-то прически на голове. Я надела такие вот яркие акцентные серьги, потому что у меня будет очень монохромный вид сейчас, не знаю, настроение какое-то такое монохромное. Ну и впереди расскажу, какие творческие планы. Они уже, конечно же, есть, далеко вперед идущие. Хватит их до, наверное, конца года как минимум. Манишка продвигается. Я уже, мне осталось связать четверть спинки. Ну, показывать там сейчас особо нечего. Немного кривое полотно, идущее прямо вниз без каких-то сложностей. Ну, вот единственная сложность, это мой палец. Если я по дороге сегодня что-то красивое, интересное увижу, я вам запишу маленькую часть видео. Не знаю, как будет со звуком, дела на улице. Надеюсь, все будет в порядке. Камеру я с собой возьму, но обещать прямо не могу, что смогу что-то заснять. Горе-блогер опять забыл взять фотоаппарат, поэтому маленькое видео на телефон запишу. Вышла без шапки, думала, что попаду к парикмахеру, но у него сейчас все занято, а ветер сильный, поэтому накинула на себя шарфик. Пойду сейчас посмотрю, уже цветочки висся, они продаются. Может быть, что-нибудь домой куплю. Например, подснежники было бы неплохо купить. И сейчас вам, наверное, покажу красивую церковь, которая есть рядом с домом. Дело не в том, что я такая набожная. Просто в нашем жилом районе никаких достопримечательностей, кроме церквей, никаких нет. Присела я тут на лавочке, чтобы не трясти камеру. И хотела сказать, что я сейчас сходила к своему мяснику брать мясо. Дело в том, что в Грузии все нужно брать в проверенных листах. Если вы не знали, даже на рынке желательно знать продавцов, потому что обманывают и мясо непонятно, какое можно купить. А у нас тут есть мясной магазин, меня знает мясник, он знает, какое нужно мне мясо, и поэтому я хожу к нему. Друзья, маленькое включение. Пока я только что пришла из парикмахерской, решила показаться лицом, чтобы не было зря. Мастер же укладывал меня, старался. И сегодня я сходила еще на почту. Действительно, мне пришла посылка с Алиэкспресс, но очень даже полезная. Мне пришли пуговички. Я заказывала пуговички для джемперов вязаных. И очень надеялась, что одни из них подойдут для вот этого вот махера, который мне прислал магазин Blue Light в моем боксе подарочном. И я вам сейчас покажу, скажите как вам, нравятся они или нет. Чуть-чуть пошуршу быстро. Очень быстро буду стараться. Мне пришли разные пуговички. Я разные заказывала. Заказывала маленькие кокосовые. Даже для игрушек такие подходят. Их тут, наверное, штук 15-20. И они стоят около 50 рублей. Очень-очень выгодно. И я заказала еще вот такие вот неровные черно-серые, наверное, графитовые. Я их заказала для будущего джемперы с жаккардом, про которые я вам рассказывала в планах на год. И, по-моему, они даже к нему очень подойдут. И еще я заказала под черепаху. Такие классические. Примерно такие же были на махеровом джемпере с сайта Cezanne, которым я вдохновляюсь все. И вот такое получается сочетание. Я вам еще на фотографии сделаю фотографии, чтобы вам было еще более наглядно. Но, мне кажется, очень даже неплохо. И качество замечательная пуговица. Это очень получается выгодно. Намного выгоднее, чем покупать в магазине по штучным. Такие красивые у нас расцветы бывают, что просто невозможно спать. Ну и зато день начинается пораньше, и впереди много-много дел. Еще раз привет! Я, наконец-то, довязала перед манишкой до той стадии, когда пора вывязывать тромбы. Сейчас я вам быстренько расскажу, как же я буду все это рассчитывать и что буду делать дальше. Я взяла джемпер супругу, который я вам уже показывала. Просто посчитала ширину его ромбов по петлям, высоту. И у меня получается, что у меня абсолютно точно влезает в переднюю часть столько же ромбов, сколько присутствует на его джемпере, на передней части. Поэтому никакие дополнительные расчеты мне делать не нужно. Все прекрасно. Я сейчас приступлю к их вывязыванию. Но предварительно мне нужно перемотать в несколько клубочков пряжу других цветов для того, чтобы вывязывать ромбы. Ромбы будут... Часть ромбов будет серые. Этот вид, по-моему, называется галлиц. Не знаю, на куда ударение ставить. Это 80% шерсти, 20% па. Очень хороший видовый состав. Я довольно часто из нее вяжу и даже вяжу его одну нить. Но сейчас мне нужно будет смотать парочку... Нет, даже три клубочка в маленькие клубки. И еще ромбы будут цвета икрю. Как хорошо, что у меня всегда есть в запасе базовые цвета пряжи. У меня есть небольшое количество такого цвета икрю твида. Это тоже 80 на 20 какой-то другой артикул. И еще я нашла ниточку мереноса. И так как этот вид тоньше всех остальных, я добавлю... Смиксую его с мереносом по цвету. Они прекрасно друг другу подходят, чтобы подогнать пряжу по толщину. Сейчас на моталочке перемотаю эту всю пряжу в маленькие клубочки. Они не должны быть большими, но вывязать несколько ромбов. Для этого не нужно много пряжи. И все. Если вы не знаете, как вязать интарсию, все вяжется элементарно. Просто когда нужно менять нить, они между собой перекрещиваются и все. Если у вас есть книжка с Штефани Вандерлинден, то там это прекрасно, наглядно показано. Все очень-очень элементарно. Так что я пошла перематывать пряжу и приступать к интересному процессу. Ну а вышивку потом перекрестных полос на ромбах я буду делать уже в самом конце. Это не так все важно. Еще, как вы видите, даже сейчас на видео пряжа у меня закручивается на спинке. Я пока не знаю, что с этим делать. Возможно, я сделаю ложную кетлевочку такую, чтобы немножко утяжелить, наверное, край. Но посмотрим. Пока не знаю. Ну и, скорее всего, придется делать тоненькие завязочки, чтобы два полотна между собой связывать. Ну или примерю с поясом, когда все это будет готово. Но пока еще совсем не готово. Еще впереди много работы. Я пошла трудиться. Желаю вам хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok У меня наступил новый день. Я вам хочу показать продвижение моего процесса. Вот это передняя часть жилетки-манишки. Я, как видите, уже вывязала больше, чем половину ромбов. И оказалось, что не все так просто, как я думала. Я почему-то забыла, что у меня есть один основной цвет. Есть вот эти вот дополнительные цвета. Каждый ромб выполняется своей нитью. А бежевая нить, она идет на протяжении всего полотна. В связи с этим у меня получается, что я пропускаю ее через каждый ромб. И делаю это я с помощью наперска для жаккарда. То есть здесь получается с лицевой стороны я делаю как бы жаккард. Но второй цвет у меня просто протягивается через весь узор. Ну а на обратной стороне вообще приходится каждую нить вот так вот между собой перекрещивать. Занимает это очень много времени. Очень пока не быстро все двигается. Но очень интересная работа. И я вполне довольна тем, что получается на данный момент я сейчас продолжу довязывать ромбы. Потом буду вязать полотно в длину. Но потом уже приступлю к вышивке, потому что классические вот эти ромбы в джемперах, они идут еще с вот такими перекрещенными линиями. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Такие вот дела. Очень-очень такой получился непростой дизайн. Хотя и очень классический узор. Но я рада тому, что я взялась за что-то такое сложное и новое. Пробую новые техники для себя. Меня, конечно, уже просили записать какой-нибудь мастер-класс или хотя бы мини-пояснение. Я боюсь, что это очень непросто будет для меня сделать. И пока прошу меня простить, извините, но я хотела бы для начала хотя бы сама разобраться с тем, что я делаю. Быть уверенной в том, что игра стоит свеч, как говорится. И потом уже попробую вам объяснить, что же я делала и как вы уже увидите результат и сами подумайте, стоило того это или нет. Доброе утро, друзья. Сегодня суббота. Погода на отвратительнейшей, поэтому я решила поехать на мять. Очень логично, но в этом вся я. Как вы видите, я так одета по-спортивному. Очень тепло. Не накрашенное, потому что я собираюсь на блошинный рынок. И дабы не привлекать к себе много внимания, я оделась очень-очень скромно, но тепло. У меня митинги из шерсти Кауни, толстенькой из Дундаги. Не с Кауни, из Дундаги. И внутри свитер из Кауни. Такой спортивный, наитеплейший, с завязочкой. Даже шарф не нужен. И мы сейчас с вами отправимся не на центральный блошинный рынок, о котором те, кто бывал в Грузии, в Тбилиси знают, а на такой местный, где намного ниже цены. Там очень сложно найти что-то интересное, но я постараюсь. Так что отправимся вместе. Если у меня получится заснимать немножко отрывочки видео, я это буду делать. Если нет, то буду тайком фото снимать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Камарчоба! Всем еще раз привет! Я только что пришла с похода на блошинный рынок. В итоге это обернулось возвращением домой на перевес с сумками с продуктами. Потому что там, где блошинный рынок, там же у нас рынок продуктовый, рынок цветочный, все подряд. И поэтому я купила столько всего. Не знаю, наверное, голодная что ли была такая. Но сейчас я вам покажу свои покупки. Сейчас будет анпекинг. И расскажу вам, как визуальный блогер провел выходной день. Я вышла из дома без 20.11. Сейчас пол третьего дня я только что вошла. Прям с полужара вам сейчас буду все показывать. На мое удивление, я даже не думала, что на блошинном рынке в этот раз я смогу увидеть винтажные ткани. Винтажные ткани, скатерть и много чего разного. Очень даже неплохие были ткани на платье, на юбке. Я вам рассказывала, что хочу купить винтажную юбку. Но ткань одна понравилась. Но совершенно не знала я, с чем потом носить то, что я из нее сошью. Поэтому я ее не взяла. Но фото я вам оставлю. Я думаю, что вам она понравится. Ну и я смогла найти вот такую вот очень-очень симпатичную небольшую скатерть. Как мне кажется, она в таком народном немножко и в скандинавском стиле. И отлично она вписывается в цветовую гамму моей кухни. Поэтому я думаю, что... Ну, я ее сейчас, конечно, постираю. Это, скорее всего, хлопок стопроцентный с набивным рисунком. Ну, она небольшая, квадратная, но симпатичная. Она на середине стола будет выглядеть. И стоила она где-то 120 рублей. Примерно. Вот такая вот красавица. Этой покупкой я безумно довольна. Я купила эту скатерть, как только вошла в рынок. Дальше я пошла ходить. Там такой есть небольшой кусочек крытого рынка, где на столах на длинных продают всякую всячину. Много всяких инструментов, запчастей. И много чего совершенно мне неинтересного. Но у одной бабулечки я увидела вот такую вот старую пластиковую советскую шкатулку. Крышка у нее резна, вот так вот она открывается. Она мне сказала цену. Я начала думать, раздумывать, но она сказала волшебную фразу, после которой купить эту вещь было, ну, просто грех. Она мне говорит, Дед, деточка, ну, ты же сейчас пойдешь на рынок и купишь на эти деньги просто еду. А потом, сама знаешь, куда она пойдет, а шкатулка останется у тебя надолго. Ну, и, конечно же, я не удержалась и купила. Стоила она 100 рублей резная. Она, конечно, безумно грязная, поэтому все весящие сейчас пойдут в стирку. И это еще не все. Еще я купила вот такую вот старую солоночку из стекла для того, чтобы поставить ее на туалетный столик рядом с кроватью и складывать сюда свои драгоценности. У меня есть одни золотые сережки, которые мне подарили на свадьбу. Вот я их иногда одеваю, и мне кажется, такая симпатичная будет штучка для мелочей, для украшений маленьких. И снова не все. У этой же тетечки я нашла на развале вот такую вот симпатичную, милую, маленькую-маленькую чашечку, на которой запрошены колосья. Она очень грязная, не обращайте внимания, сейчас все пойдет стираться. И сделана она в Японии. Я решила, что эту чашечку я приспособлю и сделаю из нее игольницу. Вот сюда внутрь я вошью ткань, набью, и будет такая милая, милая маленькая вещица. Я просто не имею ни одной нормальной игольницы на самом деле. Ну и решила, пусть она будет такая оригинальная. Тем более, что чашечка стоила как маленький-маленький пучок зелени. Вот такие вот были винтажные покупки. Все сейчас срочно это отправится в стирку. Ну и если кому-то интересно, сейчас я вам еще засниму немножечко из того, что же я покупаю на рынке. Мне всегда очень интересно узнать, что покупают люди в других странах, на вот таких вот сельских рынках. Покажу на фотографиях. Надеюсь, что никого не смутит ролик с такими вещами в вязальном влоге. Маленький экскурс в мою продуктовую корзину. Я купила азербайджанские гранаты для того, чтобы делать сок. Сок. Это раз. Апельсины. Но они импортные, очень крупные. Я думаю, что очень вкусные для сока будут даже в миксе. Редиска уже у нас пошла. Картошечка. Картошка у нас тоже в областях во всех разная. Это очень хорошая должна быть картошка. Тыква круглая. Я делаю из тыквы супчик. Вот эта зелень, кстати, я не знаю, как она называется. Она чем-то похожа на рукава, но это не рукава. Какая-то она немножко тоже с горчинкой. Честно, не знаю, как называется. Может быть, вы знаете. В Москве я такую не ела, а грузинское название какое-то там непроговариваемое. Шампиньоны. Я, кстати, научилась очень вкусно шампиньоны готовить у наших друзей. Совсем недавно, в начале января мы были в гостях, и я увидела, как мальчики жарят шампиньоны. Просто шикарно. Ну и лук-порей. Лук-порей я купила, и сейчас я его, наверное, нарежу кольцами и уберу в морозилку. И буду добавлять его в суп. Очень вкусно будет для овощного супа. Ну, как видите, не очень-то мало. Плюс еще какие-то другие покупки. Еще я купила рыбу, барабульку. И еще купила полкачанчика капусты, типа квашеной, но она не совсем квашеная. Русские. Это у меня такая ностальгия по Москве, по России. Я очень люблю солености всякие есть. Вот такие вот покупки. Надеюсь, что вас не смутят в кадре грязные овощи и фрукты. Но захотелось поделиться с вами и такими моментами из моих обычных дней. Еще интересный факт вам расскажу, пока я об этом вспомнила. Мне, когда продавщица давала мои покупки, говорит, заворачивай тебе, девочка, или нет. И я сначала думаю, ну нет. Она такая, ну я тебе в газетку заверну. И я, она мне начинает заворачивать это все в газету. И я вспоминаю, что газеты-то у нас нигде не валяются. У нас же нет почтовых ящиков. А это означает, что и никакой макулатуры, никакой рекламы в печатном виде нигде не валяется, ее нигде не бросают. Я ей говорю, ну что вы, где же вы газеты взяли, это же такая редкость. Она говорит, да, я покупаю ее, их на килограммы, чтобы заупаковывать стеклянную посуду. Представляете, вот так вот. Пора немного про вязание наконец-то рассказать. Я уже решила примерить тут свою жилетку-манишку. Оделаю рубашечку. Так красиво все выглядит. Одна беда. Обработку нужно какую-то сделать. Вот этих вот боковых швов. А так она уже готова, в принципе. Ну и вышивка осталась. И вот в чем загвоздка. Я вчера начала по советам вас, большое спасибо, что вы думаете о том, как мне помочь, начала обвязку крючком. Разными способами пробовала. Пробовала рачий шаг, пробовала полустолбики в одну сторону, в другую, с лицевой начевала, с изнаночной стороны вязать. Ничего не помогает. Полотно прекрасно загибается даже с этой обвязкой. Теперь задача следующая. Сегодня мы будем пробовать кетлевку. Посмотрим, понравится ли кетлевка полотну. Не знаю. Я даже уже думала, что сделать какую-то отдельную планку, привязать ее и внутрь ставить какую-то тесьму. Но тесьму я в магазине не нашла. Ничего меня там не вдохновило. И я ушла ни с чем. Поэтому сегодня будем продолжать работать с жилеткой. Не знаю, насколько активно. Что-то погода. С утра была отвратительной. Сейчас светит солнце. У меня начала болеть голова. Потому что от резких перепадов давления и погодных условий я себя чувствую весьма странно. Временами. Вот такие вот новости по жилетке. Так это очень тепло. И она получилась довольно тяжелой. Я еще, правда, ее не извешивала. Но я чувствую, что тут очень приличный вес у нее. Это хорошо. Это значит, что греть она будет очень даже неплохо. И вот я все-таки подумываю, не сделать ли вот тут вот какие-то маленькие завязочки. Ну или все-таки сойтись на идеи одевать его просто иногда с поясом тонким. Темно-синим, например, или черным. А лучше серым. Но серого нет. И в планах покупать серый рюмень в эти дни у меня не было. Ну, в общем, вот такие вот планы на сегодня. Теперь еще появилось огромное количество новых творческих планов в связи с покупками винтажными. Нужно сделать игольницу. А это значит, что надо поискать на нее ткань. Дальше нужно в шкатулку, так как она пластмассовая. И если туда положить мои драгоценные броши, они там будут ходить ходуном. Нужно найти еще какой-то кусок ткани, который бы вырезать по овалу и положить внутрь, чтобы броши себя там чувствовали более комфортно. Ну, и одна из подписчиц мне вчера написала, что очень понравился мой обзор на елочные игрушки, который был в одном из предновогодних влогов. И что было бы здорово, если бы я записала видео про свои броши. Если вы присоединились ко мне впервые или узнали обо мне только на ютубе и не следили за мной в инстаграм, то я вам хочу рассказать про свою очень большую любовь. Помимо вязания я много чем увлекаюсь. И одно из давно пришедших ко мне увлечений это винтажные украшения, винтажные броши. Я собираю их уже очень много лет. Изучала много материала по винтажным украшениям, много чего знаю. И иногда размещаю посты в инстаграме с фотографиями своих брошей. Ну и если еще кто-то захочет посмотреть на них, то я запишу либо отрывочек к видео. Но еще больше мне бы хотелось бы рассказать вам о том, как хорошо сочетаются вязаные изделия с брошами. Я помню, что брошь это замечательный аксессуар именно для вязаных изделий, потому что приколов брошь, например, к рубашке, могут остаться следы от броши. А вот с вязаным полотном ничего не произойдет. И брошь придает характер вещам. И возможно в будущем я запишу для вас такое видео. Дайте мне знать, интересна вам будет эта тема или нет. Ну а я пошла трудиться, сейчас выпить чашечку кофе, чтобы нормализовать давление и буду заниматься всякими делами. И увидимся с вами очень скоро. А вот и снова понедельник. А это значит, что пора подводить итоги вязальной недели. Она была очень-очень спокойная, размеренная. Я в очередной раз много думала и не так много вязала. И вязала медленно, потому что работа с манишкой, которую я сейчас вяжу, была довольно непростая. Что я вам хотела еще сказать. Я хотела бы очень, я хочу поблагодарить вас за такие, за такую невероятную поддержку. За эту неделю на меня подписалось такое количество людей. Я всем вам передаю большой привет. И хочу сказать спасибо за теплые комментарии, за такие мотивационные слова в мой адрес. Я выпускаю видео и каждый раз для меня это такой творческий процесс. И осуществление каких-то своих задумок. Я вчера буквально вышла видео с готовыми работами в очень необычном формате. Признаюсь, я немножко побаивалась, насколько примет аудитория такой формат видео. Потому что, ну я думаю, что все вы знаете, что такого плана видео больше содержательные, чем такие визуальные. Блогеры показывают подробно о том, что они связали, как они вязали. Я же решила просто сделать такой визуальный ряд. И невероятно приятно было узнать, что вам это видео понравилось. Много комментариев. Я до сих пор с радостью перечитываю каждый из них. Потому что там прям много-много тепла от вас исходит. Спасибо вам огромное. Ну и теперь все-таки поговорим немножко про вязание. Как вы можете наблюдать, манишка-жилетка не довязана. Просто потому, что иногда стоит притормозить, никуда не торопиться и спокойно обдумывать, как сделать так, чтобы изделие выглядело так, как оно задумывалось. Дело в том, что вот эти вот планки боковые, так как они не соединены между собой, и этот вид, лицевая гладь заворачивалась внутрь. Причем страшно, заворачивалась на половину изделия, особенно сзади. И я пробовала разные способы. Я вам уже рассказывала, что я пробовала такую обвязку, сякую обвязку крючком. В итоге я решила попробовать тамбурный шов крючком. И я осуществила эту обвязку трижды. Тем самым я очень хорошо уплотнила край полотна. И теперь останется только постирать и проверить, насколько хорошо это сработало. Но пока это выглядит очень уже неплохо. Я все-таки, наверное, сделаю завязочки небольшие, где-то сбоку. Возможно, контрастным цветом серым, который тоже присутствует. Единственное, что я успела сделать за выходные, это вот этот тамбурный шов проложить с обеих сторон, с обеих полочек. Это заняло очень-очень много времени, потому что нужно было четко по петлям идти и никуда не уйти в сторону. И у меня это такой немножко насморк, простите меня. Просто вчера на нашей прогулке и съемке дул невероятный ветер. Многие мне писали, что ой, как жалко, что видео закончилось так быстро. Но если бы оно было дольше, я бы уже, наверное, лежала с гриппом. Я очень сильно замерзла. И единственное, что я успела сделать вчера, это переснять со вспомогательной нити на спицы ворот и просто закрыть петли. Обычным-обычным способом, потому что он предполагается, что все равно будет заворачиваться, и никто не увидит, каким образом я его закрывала. И я решила, что нет смысла что-то придумывать и сложные какие-то закрытия делать. Это никто не видит, и это вполне приемлемо выглядит. Вот, вы сейчас, я думаю, уже видите, что он заворачивается. Ну и что мне осталось сделать? Мне осталось только вышивка. Я посмотрю, это будет либо иглой, либо крючком. Пока не знаю, как это надо лучше будет сделать. Посмотрю на узор и посчитаю. Ну и убрать все нити и постирать. И все. И тогда я надеюсь, что планки не будут заворачиваться. Все будет хорошо. И тогда уже изделие будет готово. Я буду готова его вам продемонстрировать целиком и полностью. Еще мне поступает довольно много комментариев с просьбой записать мастер-классы на ту или иную вещь, показать вещь поближе. И я хотела бы вам рассказать историю создания этих вещей. Некоторые вещи я вязала настолько давно и, как всегда, ничего не записывала. Поэтому я постараюсь хотя бы просто вспомнить, что и как я вязала. И я думаю, что с какой-то периодичностью будут выходить видео с историей одной вещи. Что же будет в этих видео? Я буду рассказывать о том, как я создавала ту или иную вещь. Это может быть и аксессуар, и плечевое изделие. И буду рассказывать от самого зарождения идеи до готового результата. Это не будут попительные мастер-классы. Прошу меня еще раз понять и простить. Но я не знаю, каким образом можно выпускать мастер-класс на вещь экспериментальную, которую ты связал один раз. Ничего себе не записывал. Это, я считаю, абсолютно непрофессионально. Я на такое не готова пойти. Поэтому я вам просто буду рассказывать, как вещь придумалась. Какую я взяла для нее пряжу. Немножко рассказывать о том, как формировалась эта вещь. Как делались... Про расчеты мы говорить не будем. Просто я уже объяснила, почему. То есть это будет такое больше вдохновляющее видео для вас, чтобы вы подумали и, возможно, попробовали связать что-то подобное для себя. Но это не будет мастер-класс. Ну, на этом мы с вами будем уже прощаться. Спасибо большое, что провели эту неделю вместе со мной. Я надеюсь, что вам было интересно это видео. Если это так, поставьте лайк, пишите комментарии. Делитесь видео со своими вязальными подругами. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok